Съемки уже нашумевшего фильма «You and I» в поисках тату завершились. 19 мая в рамках знаменитого Каннского кинофестиваля состоится премьерный показ картины. Правда, как уверяют продюсеры, в Канн они едут не за наградой. Тем более, что фильм не участвует в конкурсной программе, а лишь с целью выгодно продать новую ленту. Картины не фестивальны с точки зрения той истории, которая там находится внутри фильма. Да и не хотели мы делать фестивальную картину, мы денег хотели заработать. Самый большой рынок в мире, он находится в Каннах и проходит как раз одновременно с фестивалем. И, скажу вам честно, нам показалось это предложение очень выгодным, очень интересным, потому что мы убиваем как бы двух зайцев сразу. Во-первых, показываем картину в хорошем месте. Во-вторых, напоминаем людям о России. Режиссер фильма – знаменитый Ролан Джафе. В его послужном списке две золотых пальмовых ветви Каннского фестиваля. Номинации на «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар». Работать с ним, говорит продюсер фильма Сергей Коннов, было одновременно и интересно, и сложно. Сложности добавил и жанр фильма. В поисках тату – музыкальная картина. Группа тату фигурирует не только в названии ленты. Солистки Лена и Юля непосредственно задействованы в фильме и записали оригинальный саундтрек для картины. Основная наша цель – это живой звук, это музыка и наши музыканты сейчас. Но никаких скандалов нам не надо. Почему? Потому что нам уже все-таки 23, и мы не можем до 50 лет плясать в юбочках и целоваться. Вы это прекрасно понимаете. Мы рожаем детей, мы заводим семьи и все остальное. Мы же тоже люди. А в кино мы снимаемся просто потому, что очень хорошее предложение, хорошая команда. И почему бы не провести такой эксперимент? Почему бы не попробовать себя в роли актрис? Ну и потом книга была написана про двух фанатов, фанат ТОК, которые на фоне любви к нашему творчеству познакомились и дальше с ними начинают происходить всякие разные происшествия. А в картине, как уже Сергей сказал, мы играем самих себя и, можно сказать, что не играем вообще, потому что, ну, какие мы есть, такие мы и есть. И в жизни, и на сцене, и, собственно, в этом фильме. Сценарий фильма в поисках тату переделывали 12 раз. Последний, окончательный вариант выйдет с досъемкой в Лос-Анджелесе. До самого последнего времени эти кадры в картине были под вопросом. Отчасти виновата в этом голливудская звезда Миша Бартон. Актриса исполнила в фильме одну из главных ролей. У нас была досъемка, большая досъемка в Лос-Анджелесе. И буквально вопрос стоял, будет ли это, состоится ли эта досъемка в Лос-Анджелесе или нет. И до последнего момента, до появления Бартона на площадке, никто, включая ее агентов, никто не мог дать гарантии, что она появится и что мы сможем завершить эту картину в срок. Несмотря на все сложности, фильм сняли. И 19 мая представят на суд международной общественности. Правда, в России в поисках тату увидят немногие. Картина снята по новым технологиям в формате 2х35. А у нас в стране кинотеатров с таким разрешением экрана не так много. Юлия Курдюкова, Михаил Фокин, КМТВ